Народ, это я, Александр Игрополов, и сегодня у нас экспериментальное видео, где я высказываю мнение о компьютерной игре. Почему я решил это делать? Я очень люблю компьютерные игры, постоянно в них провожу много времени. Недавно я начал делать трансляции, также сейчас у меня нет выступлений. Я ищу чем себя занять, боюсь выступлений не будет еще долгое время, и я пытаюсь найти себя в новом, изменившемся мире, и всячески развиваю свой канал. У меня появилась идея сделать экспериментальную рубрику, где я высказываю свое мнение об играх. Я не осмеливаюсь называть это обзором, потому что я не думаю, что я достаточно профессионален для обзоров, но мнение высказывать можно всегда, поэтому давайте попробуем. Первая игра, о которой я бы хотел высказать свое мнение, это недавно пройденная мной на стримах, возможно вы смотрели, игра Resident Evil 3. Да, потрясающая игра, ремейк старой части Resident Evil 3. Я прошел ее, выписал себе всякие интересные моменты из этой игры, и вот что я о ней думаю, сейчас я вам буду рассказывать. Для начала скажу вообще свое общее впечатление от этой игры. Мне игра понравилась, очень интересно, мне понравилось бегать, там всячески драться. То есть эта игра отличается от, допустим, ремейка второй части, потому что ремейк второй части это классический Resident Evil, хоррор такой, да, в лучшем его проявлении. Одна из лучших игр из этой серии после Resident Evil 4. Потрясающая атмосфера, очень пугающая, очень гнетущая. Много элементов метроидвании, да, возвращаешься, бэктрекинг, берешь ключи, головоломки. Очень много страшных монстров, страшных ситуаций. Напряжение, которое ты испытываешь, когда появляется Тиран, это напряжение достойное игры Alien Isolation, очень похоже по атмосфере. Третья же часть, она очень отличается в этом плане от второй части, потому что в третьей части в ней больше упор сделан на экшен, во-первых. И мне нравится это, вторая часть мне понравилась, третья часть мне понравилась, но по другим причинам, это в некотором смысле я бы осмелился назвать это Uncharted от мира Resident Evil. Много срежиссированных моментов, много кат-сцен, очень много экшена. Здесь хоррор более динамичный, то есть хоррор во второй части, он такой гнетущий, медленный, это тягучая такая игра, она тянется, ты исследуешь локацию, выглядываешь из-за углов и быстро реагируешь только в редкие моменты, когда это требует от тебя игра. В третьей же части ты постоянно бежишь, ты не останавливаешься на одном месте, это постоянный бег вперед. И игра мне понравилась по этой причине. Но вместе с тем в ней есть много моментов. Графика до сих пор клевая, дизайн, главная героиня Джилл Валентайн, потрясающий, потрясающий дизайн, Немезис, то есть то, как переизобрели дизайн основных персонажей третьей части, это действительно вызывает уважение и восхищение, все выглядит очень круто, мне очень понравилась эта игра. Но сейчас я расскажу о некоторых вещах, которые вызвали у меня смущение. Еще раз скажу, игра мне понравилась, игровой процесс очень динамичный, выглядит круто, музыка потрясающая, сюжет ровно такой, каким, мне кажется, он и должен быть в такой игре, то есть меня не напрягал вопрос с сюжетом, очень клево, но детально вот что меня побеспокоило. Итак, во-первых, сюжет, сюжет в Resident Evil 3, я вообще не врубился, что там происходит, то есть я знаю вселенную Resident Evil, я смотрел много видео, я смотрел фильмы, я знаю, кто такой Немезис, я знаю отряд Старс, я знаю, что Немезис охотится за отрядом Старс заранее, но если бы я играл в эту игру первый раз, я бы вообще не понял, что здесь происходит, игра не объясняет тебе ничего. Там есть в начале видео поясняющее, потом появляется Немезис, но не совсем понятно, кто это, и потом игра не дает тебе особо пояснений никаких, там есть катсцены, там появляется много персонажей, но все они появляются просто буквально на секунду и исчезают, ты не узнаешь этих персонажей. Есть персонажи-отсылки из второй части, которых ты просто вообще не понимаешь, почему он здесь находится, то есть сюжетом это никак не объяснено, это просто случайная встреча, которая никак не влияет на игровой процесс, но она почему-то есть, и если ты не играл во вторую часть, вообще не поймешь, что это за персонаж, и что он здесь делает. То есть для человека, который играл во вторую часть, это прикольная связь, но если третья часть это твой первый Resident Evil, то ты не поймешь. Я понимаю, что это сикл, то есть это нормально, что игры связаны, но в других играх бывает такое, в произведениях, когда в продолжении тебе не обязательно знать, да, настолько много, что происходило раньше. И вот здесь вот одна из тех игр, когда тебе лучше бы пройти предыдущую часть, чтобы лучше вникнуть в сюжет этой части. Я читал все записки, и в целом я старался проникнуться этим сюжетом, но мне было тяжело, достаточно поверхностный сюжет. Я думаю, что было бы круто, если бы сюжет был, если не более цепляющим, то хотя бы более атмосферным, как в той же второй части. Возвращаясь к вопросу графики и дизайна, графика выглядит по-прежнему очень круто, этот движок, который они использовали во второй части, кажется, в седьмой, выглядит очень круто. В Devil May Cry 5 тоже использован этот движок. Все выглядит очень круто, и дизайн вроде бы такой же, как и во второй части, но мне показалось, что игра не так круто выглядит, как вторая часть, именно в плане дизайна. То есть, возвращаясь ко второй части, там все выглядит очень органично. Полицейский участок, очень атмосферное место. Потом ты спускаешься на парковку, да, потом ты спускаешься в канализацию, идешь от лаборатории в конце Umbrella, выглядит очень атмосферно. И мир таким образом воспринимается, как единое пространство. То есть, это очень маленькая по своему простору игра, вторая часть. Но из-за того, что локации бесшовные, и ты возвращаешься в них раз за разом, и мы исследуешь их, у тебя к концу игры в голове уже складывается единая карта всей игры, и ты воспринимаешь одну локацию как продолжение другой, и это действительно воспринимается очень приятно и помогает тебе погрузиться в историю. В третьей части, во-первых, такого нет. Это очень линейная часть, и ты мало возвращаешься на предыдущие локации, а если возвращаешься, то там нет такого исследования, как было во второй части. Ты возвращаешься в основном, может быть, какой-то сюжетный там момент, но там нет такого, что ты возвращаешься, чтобы отыскать какой-то секрет, который не мог отыскать. Раньше есть такое, есть это единичный случай, нет ощущения, что ты исследуешь прямо мир. Также мир не ощущается как цельный, именно, как мне кажется, по причине дизайна. То есть, там есть локация, где ты спускаешься. То есть, дизайн, вроде бы, вот что странно, то есть, дизайн, он вроде бы такой же, как во второй части, и это должно было бы мне понравиться, раз мне так нравится вторая часть. Но есть ощущение, что он немного сделан в спешке, и он не до конца отшлифован, и нет чувства, что это дизайн, созданный под единым творческим руководством. То есть, иногда бывает ощущение, что некоторые локации, они очень резко обрываются в плане дизайна, и начинается следующая локация, которая вообще по-другому сделана, и там другие враги, которые никак непонятно там появились. То есть, там есть какая-то вот генераторная, да, комната, и то есть, там атмосфера прям индустриального такого вот промзона, да, какое-то индустриальное место, какой-то завод. То есть, ты погружаешься в эту атмосферу, потом бац, ты спускаешься по лестнице, и там какие-то стены, как в чужом, облеплены какой-то слизью, и пауки, там есть пауки, и непонятно, как они там появляются. Для сравнения, например, во второй части, каждый раз, когда появляется новый враг, это целая история, то есть, там появляются зомби, и для тебя это действительно большой стресс. Первое столкновение с зомби происходит в самом начале игры, когда ты в этом магазине играешь с Леоном, и ты заходишь в подсобку, и там твой первый зомби, и ты не знаешь, как реагирует, ты стреляешь, ты пытаешься его убить, ты вскоре понимаешь, что он очень живучий, тебе лучше его не убивать, ты убегаешь, они появляются еще, это большое событие. Потом встреча с Ликером, да, это тоже большое событие, и это враг, который наносит тебе большой урон, и он ползает по потолку, и тебе говорят, как готовиться к встрече с этим монстром, что лучше не шуметь, лучше обходить тихо, потом появляется тиран, да, то есть, я помню буквально каждого нового врага в этой игре, я помню, как я встретился с доктором Биркиным, у которого глаз на руке, я помню, как я встретился с монстрами в канализации, которые похожи на доктора Биркина, и они вылазят вот так из воды, то есть, каждая встреча, она особенно, и каждый враг выглядит органично в этом мире, ты смотришь на врага и понимаешь, о, это, видимо, результат вот такого эксперимента, это ответвление, то есть, у тебя нет вопроса, типа, что этот враг делает в этой игре, почему он здесь появился. В третьей же части такие ситуации происходят регулярно, то есть, ты идешь по этому индустриальному заводу, спускаешься вниз, и там стены облеплены слизью, и появляются пауки, то есть, там буквально появляются пауки, и ты думаешь, это Dino Crisis я сейчас играю, а из какой игры эта локация, вы перепутали игры, почему здесь ползают пауки, которые никак не объясняются, в тебя просто вживляют какого-то паразита, и там есть механики, которые используются один раз в этой игре, там есть место, где ты берешь записки, и написано, как излечиться от паразитов, которыми тебя заразили, и это буквально нужно тебе один раз за игру, ты используешь эту механику, то есть, буквально, тебя заражают паразитами, заканчивается катсцена, ты тут же используешь эту лечебную траву, и все, и то есть, и это больше не встречается в игре вообще, тебя готовят к тому, как справляться с паразитами, тебя заражают паразитами, заканчивается катсцена, где тебя заразили паразитами, пац, ты лечишься сразу, потому что прочитал записки, все, этого в игре больше не встречается, Механики, которые использованы, кажется, один раз, и непонятно, зачем они здесь присутствуют, ведь они не приносят никаких новых ощущений в геймплей. То есть, когда я играл, я этого не почувствовал, потому что я подумал, видимо, меня научили, это мне понадобится, тут дальше пауки, непонятно, откуда они здесь. Но это не понадобилось, и пауки появляются только один раз в игре в этой локации, и они не имеют ничего общего с паразитами. Ты убиваешь их, они абсолютно безвредны, и уходишь. И во всей игре встречаются несколько раз такие ситуации, когда мало того, что ты не понимаешь, как этот враг появился в этом мире, и что он здесь делает, но он еще и выглядит так, что это способствует как раз-таки твоему отрицанию ситуации. То есть, мало того, что тебе не дают предысторию, что это за противник, что важно для того, чтобы погрузиться, так он еще и выглядит так, что у тебя возникает полное отторжение к данной ситуации, и это выбрасывает тебя из игры, и все выглядит очень неорганично. Там дальше появляются вот эти вот огромные чуваки, которые похожи на героев игры Battle Toads, только с острыми когтями. И, как я понимаю, в третьей части это аналог ликеров, да, которые были очень опасны. Но у меня каждое появление такого врага вызывало вопросы, некоторую фрустрацию, потому что как расставлены враги тоже, мне кажется, странным, потому что их много, часто. Но вот что мне... Я понимаю, что я... Изначально я планировал просто высказать мнение об этой игре, но я понимаю, что здесь сложно это сделать без того, чтобы сравнивать третью часть со второй частью, потому что как будто бы третья часть, она не является самостоятельной игрой, потому что это будто бы немного переосмысленная вторая часть. То есть она и выглядит так, там тот же движок, там те же локации, там переиспользована локация, полностью переиспользована локация полицейского участка. И это как будто бы забавно, то есть ты, когда попадаешь в полицейский участок, это ты испытываешь такие интересные эмоции, типа, вау, это локация из второй части, круто, интересно, как связаны эти игры. И потом ты делаешь дырку в стене, и ты понимаешь, что во второй части ты уже видел эту локацию. А, так вот, почему тут появилась дыра в стене, это я ее сделал в третьей части, в приквеле, понятно. Но все равно потом это ощущение улетучивается, и остается только впечатление, в связи с которым ты чувствуешь, что это просто переиспользованная локация. То есть поначалу ты чувствуешь, что это клевая отсылка, и ты ожидаешь переплетения сюжетов, и механик, ты ожидаешь увидеть отсылки, и понять, как твои действия повлияли в дальнейшем на то, как это место выглядит во второй части. Но таких моментов в полицейском участке всего там один или два. Все остальное время ты ходишь по тем же локациям из второй части, которые никак не выглядят иначе в третьей части, и даже ты собираешь те же предметы, и открываешь те же замки, которые потом почему-то закрыты во второй части, и ты используешь те же коды от кодовых замков, что ты используешь во второй части, что в целом вроде бы забавно, но возникает вопрос, почему они закрыты во второй части, кто их закрыл, и зачем я здесь присутствую, вы просто переиспользуете локацию, какой смысл для сюжета в этом. Это не позволяет мне думать ни о чем другом, кроме как о том, что они просто переиспользовали эту локацию, у них не было особо идей, что вставить в этот момент игры. Также хотелось бы затронуть такой вопрос, как игра за Карлоса, это второй персонаж Resident Evil 3, который мне показался достаточно странным и не очень интересным персонажем, потому что во второй части, допустим, ты мог пройти игру за Леона, и потом играть за Клэр Рэдфилд, да, и они оба выглядят интересными и колоритными персонажами, и прохождение за Клэр, оно немного отличается от прохождения за Леона, и там еще потом есть другие персонажи, кроме того, во время прохождения за Леона, ты играешь в некоторых моментах за Аду Вонг, и у нее тоже интересный и необычный геймплей, то есть он разнообразит игровой процесс. В третьей же части иногда тебе дают под управление Карлоса, Карлоса, это спецназовец, да, который работает в Раккун-Сити, и я честно не понимаю, зачем это происходит с точки зрения игрового процесса, потому что игровой процесс за Карлоса, он ничем не отличается от игры за Джилл, это по сути рискин, то есть, ну, это такой же персонаж, который так же стреляет, так же бегает. Единственное отличие в том, что Карлос вместо Уворота, который, кстати, добавили в третьей части, теперь Джилл может уворачиваться от зомби, что очень сильно упрощает процесс игры, добавляет динамик и плюс к тому, чтобы воспринимать эту игру как более экшен, нежели хоррор. Мало того, что Карлос не может уворачиваться как Джилл, так он вместо этой способности получает способность толчка, он как бы толкает врагов вперед, они падают, и мне не очень понравилась эта способность, потому что мне показалось, что Уворот более эффективен. Во-первых, во-вторых, когда ты играешь за Карлоса, у тебя отбирают весь этот огромный инвентарь, который ты уже накопил, когда играл за Джилл, и тебе дают совсем немного оружия, что в третьей части не воспринимается как крутая часть процесса, то есть во второй части, когда у тебя мало патронов, мало оружия, у тебя нет жизни, ты понимаешь, что это как бы механика игры, то есть у тебя не хватает ресурсов, ты должен понять, как их использовать, чтобы потом быть более эффективным, это часть вот этого погружения в пугающий мир. В третьей части, которая является больше экшеном, когда у тебя мало патронов, ты просто раздражаешься, потому что цель игры именно стрелять и бегать, и драться, и уворачиваться, это экшен, да, это экшен, это не добавляет хоррора и напряжения, это лишь добавляет раздражения, и сегменты за Карлоса, ты просто ждешь, когда они кончатся, чтобы уже играть наконец-таки за своего персонажа. То есть, когда ты играешь за Карлоса, это ощущается так, как если бы ты играл в MMORPG, у тебя куча способностей, свой инвентарь, там, свое жилье, и свой маунт, и потом внезапно игра останавливается, и тебе говорят, слушай, а теперь ты играешь чужим персонажем, у которого ничего нет, и ты просто ждешь, пока закончится сегмент за Карлоса, чтобы уже начать играть за своего персонажа, к которому ты прикипел, да, и этим персонажем является Джилл, а Карлоса ты воспринимаешь просто как случайность, как будто бы тебе дали посидеть с чужим ребенком некоторое время, пока его родители отошли, ты такой, окей, я к тебе вообще не испытываю никаких чувств, давай просто это время переживем вместе и вернемся к своим любимым семьям, хорошо? Так что да, мне показалось странным, то, что они переиспользовали локацию полицейского участка, и эта локация не оправдала моих ожиданий, также дизайн выглядит резко, локации меняются по стилистике, дизайн врагов странный, и очень неорганичный, не объяснено появление врагов, у меня нет чувства, что я понимаю, что происходит, когда я во второй части вижу ликера, я понимаю, что это результат экспериментов, да, это жуткое биологическое оружие, оно может нанести мне ужасный урон, когда я в третьей части вижу огромного крокодила на двух ногах, с острыми руками, я думаю, он из какой игры здесь оказался, как он здесь появился, это вы использовали модельки из переиздания Battle Toads, я не совсем понимаю, тем не менее, в третьей части есть и крутые противники, мне очень понравились эти противники в канализации, и в третьей части тоже есть канализация, но она линейная, она не такая многоуровневая, как во второй части, и это достаточно короткая канализация, и там тоже есть опасные враги, и это рыбы на двух ногах, которые могут сожрать тебя, и эти враги мне показались достаточно интересными, но они появляются пару раз всего, и с ними легко справиться, то есть ты просто стреляешь в них гранатометом, пока они оглушены, ты можешь убежать, не было такого напряжения, как, допустим, во второй части, когда ты в канализации, и там из воды вылазят эти монстры, которые выстреливают в тебя своими детенышами, у тебя нет патронов, и ты не знаешь, что с ними делать, и потом ты находишь огнемет, и это прям реально крутое ощущение тебе дарит игра, когда ты вот этого ужасного раньше противника просто уничтожаешь с помощью огнемета, это дает тебя ощутить чувство победы, да, потому что ты решил головоломку, ты нашел огнемет, и в качестве награды тебе игра дает почувствовать себя настоящим крутым убийцей канализационных монстров. В третьей же части ты просто идешь по локации, убегаешь от них, там стреляешь один раз в лицо, уворачиваешься, сохраняешься и возвращаешься обратно, у тебя как и было много патронов, так у тебя и осталось много патронов, и лишь единственный раз мне пришлось сэкономить просто один снаряд в гранатомете, просто чтобы после смерти пройти через всех этих монстров. Как расставлены враги мне тоже показалось странным, во второй части каждый враг, когда ты играешь, ты чувствуешь, что он на своем месте, ты понимаешь, что разработчики знали, куда ты можешь пойти, они предусмотрели все возможные твои ходы, и они расставили в коридоре монстров так, чтобы тебе было максимально сложно пройти этот участок, и для тебя было максимально интересно решить эту целую, то есть во второй части это целая прям загадка каждый раз, когда ты идешь в коридоре, там выходят зомби, это каждый раз небольшая такая задачка, ты решаешь в голове, как их обойти, как от них улизнуть, что делать, в какую сторону отойти, спуститься или может быть встать в углу, отстрелить одного, пробежать пока не упали. В третьей части этого нет, потому что в большинстве случаев у тебя есть уворот, и ты просто бежишь через толпу и спамишь этот уворот, и в худшем случае тебя укусит один раз, в лучшем случае ты просто с помощью идеального кувырка, это такая механика, когда ты в последний раз уворачиваешься, и ты супер круто от них укатываешься далеко, ты просто увернешься от атаки, и не чувствуется этого удовольствия от того, что ты понял, как от них улизнуть, потому что это никогда не является проблемой, и более того, у меня не было чувства, что каждый противник стоит на своем месте, у меня было чувство, что их просто поставили туда, то есть просто, просто им сказали, здесь должны быть враги, и они такие, ммм, будет круто, если это пауки, я люблю пауков, мне кажется, пауки страшные, и поставили кучу пауков, или там, кучу зомби, или давайте сделаем так, чтобы в какой-то момент, когда ты думал, что ты выиграешь, за стеной заспаунился огромный крокодил с острыми руками, и он выбежал, и потом еще второй оттуда же заспаунился, то есть нет чувства, что игра понимает, как ты будешь реагировать, то есть нет чувства, что когда ты играешь во вторую часть, у тебя реально чувство, что разработчики играют с тобой, то есть они думают наперед, то есть ты принимаешь решение, и ты чувствуешь, что игра как бы парирует это решение, она такая, да, я знала, что ты пойдешь сюда, и вот как я постараюсь на это ответить, вот здесь теперь будут стоять зомби, или ты не знал, отсюда выйдет тиран, в третьей части такого нет, в третьей части чувства, будто бы они не думали над этим вообще, и они такие, просто больше, просто больше врагов, просто пусть, пусть они закусают до смерти, пусть они там, пусть больше будет, и рыбы пусть на двух ногах, и пусть они сглатывают, и заглатят его, и пусть, пусть умрю, дайте, пусть, а здесь пусть Карлос бегает, что, это, это очень простой участок, и мы хотели бы добавить сложности, пусть тут Карлос бегает, это будет сложнее, не потому, что это очень сложный участок, для того, чтобы понять, как его пройти, а просто потому, что здесь нужно, чтобы было сложно, нам сказали, и Карлосом сложнее играть, потому что у него нет инвентаря, такого, как у Джилл, чувство, что они именно так решали, поставленные задачи, также важной частью ремейка Resident Evil 2 был Тиран, который гнался за тобой, это огромный непобедимый монстр, который на протяжении всей игры охотится за тобой, и когда ты уже чувствуешь, что ты примерно понял, как справляться с зомби, когда ты пробегаешь сквозь эти толпы, уже филигранно, знаешь, в голове у тебя есть карта этого участка полицейского, ты знаешь, ага, так, открылась зеленая дверь, это нужно подняться туда, искусно пробегаешь сквозь этих монстров, в этот момент появляется Тиран, и он выполнял определенную функцию во второй части, он путал твои карты, когда ты появлялся в коридоре, и видел перед собой толпу зомби, ты понимал, сейчас я пробегу вот здесь, между ними, и забегу туда, и меня никто не заденет, я буду в порядке, в этот самый момент во второй части появлялся Тиран, и он абсолютно менял твой план, и тебе приходилось не идти уже намеченным маршрутом, потому что там был Тиран, и тебе приходилось быстро очень придумывать новый маршрут, и принимать быстрые решения, и это добавляло, это выводило игровой процесс на новый уровень, когда ты уже должен не заранее планировать, а прям в моменте, каждый раз ты должен учитывать не только этих конкретных монстров, но и также откуда может прийти Тиран, и куда тебе от него убежать, это добавляло новую глубину в геймплей, в третьей части есть Немезис, который как будто бы выглядит и подается, как усовершенствованная версия Тирана, да, у него есть ракетница, у него есть огнемет, он может за тобой гнаться, но он не представляет никакой опасности, в третьей части у меня ни разу не было гнетущего напряжения, как присутствует всю вторую часть, когда ты слышишь, прислушиваешься к этим шагам, что он где-то здесь, ты слушаешь, где он ходит, когда я делал стрим, мы часто со зрителями на стриме, с чатом пытались понять, с какой стороны он идет, зайдет ли он сюда, или обойдет, приходилось прятаться от него, это было действительно приключение, в третьей части Немезис появляется в основном в запланированных, срежиссированных местах, пару раз за игру, ты должен бегать от него и прятаться, у тебя нет гнетущего ощущения, проблема в том, что в третьей части Немезис появляется, когда игра этого хочет, и ты понимаешь, что сейчас так надо, и это нормально, в чем был прикол Тирана, в том, что таким образом разработчики привносят в игру элемент хаоса, и тебя пугает не столько то, какой он может вред тебе нанести непосредственно, потому что он ударит тебя, ты встанешь и побежишь дальше, там, может быть, один раз перезагрузишься, а именно пугало чувство неизвестности этого хаоса, что он полностью рушит твои планы, и ты не знаешь, что делать. В третьей части такого нет, потому что Немезис появляется каждый раз по сценарию, и когда он появляется, ты думаешь, отлично, я правильно иду, мне придется убежать от него сейчас, и погони от Немезиса, они даже заскриптованы, то есть он как в Crash Bandicoot бежит просто за тобой, ты должен пробежать по прямому коридору и свернуть. Там нету игры и разума, когда ты прячешься от него и выискиваешь максимально продуктивные методы сбежать от него, максимально эффективные, нет игры с искусственным интеллектом, как есть, допустим, во второй части, или в Alien Isolation. Вместе с тем, в третьей части есть крутые схватки с боссами, каждый раз это Немезис, да, и самые интересные моменты, они связаны как раз таки с ним, когда ты дерешься с ним как с боссом, там есть момент, где он бегает вокруг тебя, в конце по этим бочкам с токсинами, и это был единственный момент в игре, где я много умирал, и где я прям чувствовал радость от победы, потому что она тяжело досталась, и то потому, что там не было понятно, в какой момент в него стрелять, и то есть анимации в этой игре, они не позволяют тебе считывать, наносится ли урон сейчас врагу, или мне нужно подождать, то есть ты действуешь в основном по наитию, то есть как, я не знаю, как шаман, то есть ты просто по своему внутреннему ощущению стреляешь, когда ты думаешь, будет наноситься урон, но игра никак не дает тебе понять, действительно ли твой урон засчитался, и поэтому момент с Немезисом в последней локации, он очень сложный, не потому что это сложный по механике поединок, а просто потому что ты долго не можешь понять, в какой момент урон по нему засчитывается. Последняя схватка с Немезисом меня немного разочаровала, потому что она более постановочная, нежели интересная с точки зрения механики, я видел, какая она в оригинале, и даже там, мне кажется, она более интересная, потому что там нужно бегать, какие-то включать рычаги, заманить его под луч, в ремейке этого всего нету, он просто стоит, тебе нужно вставить батарейки, и на это буквально у меня ушло там одна жизнь, я умер один раз, и уже на второй раз я понял, что делать, и смог это реализовать, так что в плане сложности, ощущения погружения в геймплей, конечно, третья часть, она не так хороша, как вторая, но в третьей части есть неоспоримые преимущества для людей, которые любят экшен, потому что она более динамичная в этом плане, конечно, она выигрывает у второй части. Да, также насчет ножа, мне кажется, в третьей части очень много оружия, которое никак не используется, допустим, во второй части все оружие, которое у тебя есть, оно используется в разных геймплейных ситуациях, и даже самое слабое оружие, нож, ты постоянно носишь с собой, потому что он не используется, он редко, нож, ты редко используешь нож, типа во время боя, да, как это, допустим, происходит в четвертой части, когда ты пинаешь врага, подходишь и просто убиваешь его, пока он валяется. Во второй же части ты редко прям дерешься ножом, но ты часто используешь нож, чтобы выйти из критических ситуаций, да, когда тебя нападают, ты бьешь врага ножом, и получается, ты сохраняешь себе некоторое количество жизни, которые мог бы потерять, если бы тебя ударили. В третьей части я не использовал нож ни разу, наверное, я использовал один раз его, чтобы ударить там эту фигурку, которая, да, скрытая в игре. В бою я не использовал ни разу это самое бесполезное оружие, которое может там быть. В этой игре очень много механик, которые кажутся бесполезными, будто бы они недоработаны в игре, и не ясно, зачем их использовать. В общем, в третьей части она мне понравилась, вот это странное чувство, я вроде бы говорю о том, какие минусы у игры, их как бы много, но в целом мне понравилось, потому что мне нравятся такие беспечные приключения, и на стриме нужно понимать, что я много болтаю с аудиторией, и в целом для стрима такая игра даже хороша, когда ты просто идешь вперед, стреляешь, там какие-то берешь ключики и болтаешь, то есть она не отбирает много внимания. Сейчас я играю в секиры, и, конечно же, мне приходится разграничивать два этих момента. Я сначала играю, комментирую игру, потом останавливаюсь на сохранениях и болтаю с чатом, да. В Resident Evil 3 это можно было совмещать, и в этом плане мне игра показалась клевой, то есть она такая легкая-легкая приключение, если тебе хочется пугающий, немного такой Uncharted, где вместо пиратов зомби, то это отличный выбор. Но сравнивая ее с другими частями серии, а в частности, конечно же, в первую очередь с ремейком второй части, мы видим, что эта игра в качестве конкретно того, как она сделана, того, сколько сил потрачено на нее, она бесконечно проигрывает второй части. За всю третью часть было всего лишь два момента, когда я почувствовал, что игра меня зацепила. То есть, если я всю вторую часть так прошел, и эта игра прям зацепила меня вначале, не отпускала до конца, то в третьей части было всего лишь два таких момента. И один из них, о котором я уже сказал, это схватка с Nemesis в конце игры, потому что она сложная, но и то она сложная, потому что просто игра не дает тебе понять, насколько ли ты эффективен сейчас. Второй момент, который меня зацепил, это момент, когда Джилл заражена паразитом, кстати, не тем, которые тебя учили лечить до этого, и это никак не влияет на механику, она заражена паразитом по сюжету после одной из схваток с Nemesis, тебе дают снова под управление Карлоса, и пока Джилл приходит в себя, ты должен защищать ее больничную палату от полчищ зомби, да, и они нападают волнами, то есть это напомнило мне немного Left 4 Dead, да, когда вы держите своей командой, защищаете базу в конце, перед тем, как спастись от полчищ зомби, и вот этот момент был для меня действительно напряженным, я прям чувствую, что я запомню этот момент. Я бы не сказал, что он идеальный, но это по сравнению с другими моментами игры, хотя бы запоминающаяся часть, где ты долго защищаешь эту палату, потом появляются эти монстры, которые непонятно, зачем конкретно в этой игре присутствуют, ты убиваешь их, и спасаешь Джилл. Хотелось бы, чтобы в игре было больше таких запоминающихся моментов, напряженных, где ты можешь полностью использовать свои навыки, где ты не можешь избежать трудности путем уворота от зомби. У меня вообще чувство, что они придумывали вот эти вот механики, типа уворот или там толчок, просто потому, что они поняли, что у них нет времени расставлять монстров и опасности по уровню так, чтобы ты точно мог их избежать при определенных условиях. Поэтому они сделали уворот, просто чтобы на всякий случай избежать момента, когда ты реально не можешь пройти игру, потому что они не предусмотрели, как здесь расставить монстров. Вот еще отличительная черта третьей части, это то, что я ни разу не пользовался картой за эту игру, то есть во второй части ты постоянно должен сверяться с картой, ее невозможно пройти, если ты не сможешь на карту, потому что это реально лабиринт. Поначалу ты буквально чувствуешь себя потерянным в этом большом участке, тебе нужно постоянно смотреть на карту, чтобы вспомнить, откуда ты пришел, куда тебе идти. В третьей части карта есть, но я не пользовался ею всю игру, я воспользовался ею только один раз в конце в больнице, когда там нужно путешествовать между этажами, и то это было просто потому, что я потерялся, я не использовал карту, чтобы посмотреть, какие тут есть секреты, потому что там особо такого потенциала для исследования нет. Очень важная составляющая серии Resident Evil, это загадки, во второй части в ремейке были потрясающие загадки, много раз мне было прямо интересно, я навскидку могу назвать загадки с шахматами, с шахматными штекерами, когда ты должен подбирать штекеры, именно нужные по виду соответствующие шахматным фигурам, нарисованным на электрическом щитке, или же головоломка в самом начале, когда ты по тетрадке должен смотреть, какие там символы выбрать на статуе, там реально очень много крутых головоломок во второй части, которые мне понравились, ты должен понять там вот эти символы, например, в лаборатории Umbrella, вот эти символы, когда там написаны и как их вводить, головоломка очень крутая во второй части с переливанием жидкости, которую я очень долго не мог решить, в общем, каждая головоломка во второй части по факту решения она тебе позволяет почувствовать себя реально очень умным, то есть это может быть не сложной головоломки, но мне нравится, как ты чувствуешь себя после них, то есть ты реально решил задачу, то есть ты прям чувствуешь себя умным, ты чувствуешь себя реально полицейским, который находится в тайной лаборатории и он решил сейчас загадку, чтобы наконец-таки добыть лекарство в третьей части, я не могу вспомнить ни одной загадки, разве что в конце, там есть момент, где нужно, чтобы сделать лекарство, там нужно сопоставить на 50%, чтобы находились показатели на компьютере все, и самое забавное, что это единственная загадка, которую я могу вспомнить, и ту я решил чисто случайно, я клацал на кнопки в самом начале загадки, когда ты пытаешься решить загадку, ты просто пытаешься понять правила, на ощупь двигаешься, нажимаешь кнопки, пытаешься понять, что эти кнопки делают, ситуация забавна тем, что я на этом этапе уже решил загадку, сам того не знаю, как, я просто перебирал эти кнопки, и в какой-то момент там все подстроилось, и загадка была решена, и я думаю, что если бы меня спросили, как ты это сделал, я не могу сказать, как я это сделал, я просто случайно нажал кнопки, и загадка решилась сама собой, во второй части таких ситуаций сложно представить, и это большая удача, если что-то само собой разрешилось, ну и что еще хотел сказать, последнее, что звук, звук в третьей части крутой, но он не достоин такого внимания, то есть как во второй части, потому что во второй части звук является таким же важным инструментом для решения задач, как и, допустим, визуальная часть, да, когда ты выслеживаешь из темноты и сколько здесь монстров, ты также и прислушиваешься к тому, чтобы понять, есть ли здесь тиран, где-то он ходит, какие-то звуки, может быть, услышать ликера, в третьей части я ни разу не прислушивался к игре, я слушал только диалоги, может быть, разве что, я даже не помню, не помню, как звучит эта игра, в общем, вот что я хотел сказать про эту игру, получилось странновато, да, в том плане, что я ругаю эту игру, но я хотел бы сказать, что эта клевая игра сама по себе, она мне понравилась, и я, возможно, ее даже перепройду, потому что игра интересная, я бы хотел перепройти ее на сложном уровне, и там много можно чего открыть, то есть, как у всех игр Capcom, там очень большое именно удовольствие ты получаешь от реиграбельности, эта игра с большой реиграбельностью, можно перепроходить ее раз за разом и открывать для себя новые и новые элементы, но в сравнении со второй частью эта игра, конечно же, очень сильно проигрывает, потому что вторая часть это прям законченное качественное произведение, третья же часть, она выглядит, как фанатское продолжение второй части, которое они не успели доделать, и просто пытались повторить успех предыдущего ремейка, я надеюсь, это видео вам понравилось, было интересно посмотреть, может быть, вы почерпнули что-то для себя из этого видео, это так или иначе был экспериментальный формат, я бы хотел высказывать вот такие, делать видео, где я рассуждаю про игры, может быть, про другие какие-то формы, может быть, про кино или про книги, напишите в комментариях, как вам, не забывайте о том, что вы можете поддержать нас донатом на Patreon или Donation Alert, ссылка в описании, также мы вставим сейчас под этим видео ссылку на канал, где вы можете посмотреть стримы, я делаю их, стараюсь, каждый день, надеюсь, вам понравится, спасибо, что смотрели, пока! А как остановить? Там красная кнопочка я садюсь. Ну, не просто.